21 апреля в России отмечался День местного самоуправления. Указ об учреждении этой памятной даты в 2012 году подписал президент России Владимир Путин. Сегодня местное самоуправление – это наиболее близкий гражданину уровень власти. Благодаря проведенной реформе жители получили возможность принимать самое активное и непосредственное участие в работе органов местного самоуправления, влиять на будущее развитие своей малой родины. Накануне праздников в Доме культуры станицы Анастасиевской прошло торжественное мероприятие, где были награждены лучшие работники ТОСов по итогам 2016 года. Жители и гости Анастасиевского сельского поселения отмечают, как похорошела и преобразилась их малая родина. Подобные положительные изменения происходят во многом благодаря председателям ТОСов. Более четырех лет возглавляет ТОС номер один станицы Анастасиевской Елена Трегуб. Ее участок – это центральные улицы, с каждым жителем которых она знакома лично. Знает их проблемы и беды. «Стараюсь всегда помочь. По возможности не остаюсь без ответа, не оставляю ни один вопрос. Всегда мы с жителями дружим. У меня есть свои активисты, которые помогают мне в нашей общей работе. Я являюсь проводником между жителем и администрацией». Елена Трегуб стала победителем районного конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2016 году. На втором месте – Владимир Ерёмин, председатель ТОС «Хутора Беликов» Кировского сельского поселения. На третьем месте – руководитель городского ТОСа номер одиннадцать Людмила Дубко. Они же оказались в числе лучших и в краевом конкурсе. С победой их поздравил глава Славинского района Роман Синеговский. «Председатели ТОСов присутствуют сегодня в этом зале. Созидательная и полная энергия и сила – именно такие вы, наши общественники, вкладывающие душу и сердце в работу на благо людей. Спасибо вам за то, что вы трудитесь в органах общественного самоуправления, служите обществу, своим родным, городским и сельским территориям. Поаплодирую вам». Большую поддержку председатели ТОСов находят и у депутатов законодательного собрания края. Задача председателя – вникнуть во все моменты жизни в веренной им территории, услышать предложения от людей по развитию поселения, по улучшению состояния конкретной улицы или квартала, быть проводником народных инициатив к местной власти, отметил заместитель председателя ЗСК Виктор Чернявский. «Позвольте мне всех присутствующих в этом зале поздрать с днем местного самоуправления. Вы знаете, когда принимался закон о местном соуправлении, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, у нас нет иного пути, чтобы выстроить Россию, чтобы поддержать инициативу людей, чтобы поддержать наших граждан и сделать наши города и поселки красивыми, как не опереться на самих людей, на них инициативу». Сегодня трудно представить жизнь района без органов территориального общественного самоуправления. Они необходимы для организации эффективной системы взаимодействия власти и населения. И прежде всего, для удобства самих жителей. В нашем районе ТОСы возглавляют неравнодушные люди. Это подтверждают и результаты краевого смотра конкурса – название лучшего поселения Краснодарского края, проходящего ежегодно с 2006 года. 16 раз наши поселения в различных номинациях становились победителями и призёрами. Семь поселений – Черноярковское, Кировское, Петровское, Коржевское, Анастасиевское, Прибрежное и Славенское городское. По основным показателям развития территорий уверенно входят в число лидеров среди поселений Краснодарского края. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа События.